Приветствую вас, и мужчина, вполне возможно, что просто она достаточно неуверен в себе, и это не позволяет ему призвать вам фотографию. Я, пожалуй, не соглашусь здесь со своим коллегой Абреем, потому что думаю, что если бы мужчина кто-то скрывал или был бы настроен на виртуальные отношения только, то он бы, наверное, призвал бы фотки не свои, а другие, и тем самым создавая образ некого такого международного персонала, который, не имея ничего общего с человеком реальным, все же в интернете имеется какое-то реальное воплощение. А поскольку мужчина именно не присылает вам фотографии, то есть не хочет их присылать, значит, у него есть какая-то внутренняя проблема, какой-то внутренний блок, который мешает ему это сделать. И вы знаете, в этой ситуации, чтобы понять, почему он не присылает вам фотографию, не нужно у него требоваться. То есть, вообще-то говоря, не нужно приносить человека к тому, чтобы он делал то, чего он делать не хочет. Вот, вы говорите, пришли мне фотку. Он говорит, он молчит, но это не хочет. Вы говорите, хорошо. Я понимаю, что ты не хочешь мне ее присылать. Тогда объясни, пожалуйста, почему ты не хочешь мне ее присылать. Что там будет веситься? И если ты не хочешь, то и я не буду присылать. Потому что это получается, как бы это неравноправное отношение. А я так не хочу. Я не требую от тебя, чтобы ты мне в обязательном порядке ее присылал, но и от меня не требуется, чтобы я присылал, потому что возьми ворота играть, и я не буду. Таким образом, вы, с одной стороны, принимаете позицию мужчины и выражаете свое желание его понять. Понять, что он видит. Понять, может быть, его страх. Может быть, сомнения. Может быть, что-то и еще. И с другой стороны, даете мужчине так же понимание того, что вы не будете делать для него то, что он делать не хочет. Ибо это, по-просто говоря, несправедливо. В такой ситуации у мужчины будет выбор. Или раскрыться перед вами, объяснить причину, по которой он не присылает вам фотографии, чтобы вы понимали, чтобы были у вас и оружие, и уже тогда решили для себя, достойно этой причины или нет. Либо продолжать общение без фотографий, но тогда общение очень и очень поверхностное и не надо, что больше рассчитывать лично вам не нужно. И вы в этом случае имеете все шансы для того, чтобы перенаправить свою энергию на других мужчин, более активных, более открытых и так далее. Либо, значит, собственно говоря, вообще перенесать с вами общаться. То есть смотрите, какая получается ситуация. У мужчины есть четкая позиция. И эта четкая позиция, она вас вводит в недоумение. Вы пытаетесь ее понять, эту позицию. И понять не можете, потому что не знают эту человека. И мы, соответственно, тоже можем лишь предполагать. Но не хочется как-то уезжать в предположениях. Хочется дать вам корсетную рекомендацию по поводу того, что делать. И в этой ситуации вам нужно сделать следующее. Перенаправить акцент с вас, с себя, на него. Сейчас вы думаете, почему он так делает, почему он так поступает. А было бы правильно, если бы он думал, как поступить ему. Это будет справедливо, потому что у него проблемы, а не у вас. Вот, и поставьте его перед всяким выбором. И тогда он проявит свое истинное к вам отношение. Если заинтересован он вас, если вы ему нравитесь, если есть симпатия, он будет, естественно, за вас удержаться, он будет вами брошить, он будет пытаться вас удержать, он поделится с вами тем, что у него есть. И это будет означать, что человек действительно серьезно настроен к вам. А если ничего не изменится, и он продолжит так же себя вести, значит, он просто общается с вами для того, чтобы поразвлечься. И в самом таком общении по себе нет ничего плохого, но если вашим желаниям это не соответствует, то тогда можно говорить о том, чтобы общение с таким человеком прекрасное. Потому что оно не приносит вам того эффекта, того результата, который вы бы хотели получать. И уже ваше право такое общение не принимать, а пресекать. Так, чтобы не тратить время зря на то, что вам не нравится, что вы считаете бесперспективным. Как только мужчина поймет, что вы не собираетесь мириться с его позицией, с позицией, кстати, довольно реалистичной и непонятной, у него будет выбор. И вот посмотрите, как человек поступит в данной ситуации. И на его поступке, основываясь на его поступке, делайте вывод. И этот вывод положите в основу своего дальнейшего поведения и с ним, и с другими мужчинами. И вообще говоря об отношениях с мужчинами, лучше обращать внимание в большей степени на их поступки, а не на слова. Прямо-то слова могут быть какими угодно, а вот поступки, поступки далеко не такую форму и окраску имеют. К члению или к счастью. Но это, наверное, все-таки к счастью. С этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.